Чем закончились наши любимые мультфильмы из 90-х и 2000-х годов? Черного плаща знают практически все, особенно наше поколение. Сделан он был как пародия на Бэтмена. В последней серии черного плаща вызывают в музей, где обнаружили застывшую копию черного плаща в янтарной смоле. Чтобы разобраться с этой загадкой, черный плащ, сгусенный зигзагом, отправляется в прошлое, откуда родом этот кусок смолы. Оказываются они в меловом периоде, где живут настоящие динозавры. Но не такие динозавры, к которым мы привыкли. А ученые динозавры разумные, ходят в одежде, на работу, все изучают. Дальше они попадаются в сачок динозавру-ученому. Черный плащ, естественно, говорит, срочно меня выпустите, я борец с преступностью, мне надо. Срочно. Они говорят, борец с преступностью? Борец с преступностью? Это великолепно! У нас как раз есть преступник, помогите нам! Конечно же, наши герои одерживают победу над Джонни Ти и его братвой. Но загадка с янтарем так и не разгадана. А им пора возвращаться назад. Динозавры-ученые решили, пока они там делами занимаются, спасают динозавров, они такие, сейчас мы им немножечко подделаем волчок, супер будет! Ягодка, конфетка! Хотели как лучше, получилось как всегда. Назад отправились только гусеные и зигзаг. А черный плащ остался в далеком прошлом без возможности вернуться назад. Но не спешите печалиться, серия на этом не заканчивается. Черный плащ падает в смолу, застывает. Пока он там застывает, динозавры починили волчок и отправили его в будущее, прямо в музей. А там его уже расковыряли зигзаг с гусеной. Чуете, да? Опять закончилось, но не закончилось. То есть, как бы закончилось, но как бы не совсем. Особенно, когда в конце показали застывшую в смоле фигуру Джонни Ти. Продолжение следует...